Как показывает анализ, практически во всех городах, принявших активное участие в реализации проекта, наблюдается улучшение показателей здоровья населения. Сокращается число случаев социально значимых заболеваний, создается социальная среда, мотивирующая население к выбору здорового образа жизни. Солигорск уже несколько лет входит в этот проект. Данная сеть городов и поселков создана по всей республике Беларусь и только в Минской области их 57. В Солигорском районе проект реализуется в Солигорске с 2016 года и в Старубине с 2022 года. В 2023 году принято решение о реализации проекта в городском поселке Красная Слобода. На заседании Межведомственного совета по реализации государственного проекта «Здоровые города и поселки», которая проходила на базе Центра гигиены и эпидемиологии, подвели итоги конкурса на лучший логотип «Красная Слобода – здоровый городской поселок», выбрав практически единогласно одну из присланных на конкурс работ. Также Ирина Леушина сообщила присутствующим об изменениях в показателях здорового образа жизни населения и активности Солигорска после включения нашего города в программу. Целью проекта «Солигорск – здоровый город» является мотивация людей к двигательной активности, чтобы как можно больше людей заботились о своем здоровье, имели правильные привычки и ежедневно или с какой-то периодичностью занимались физической активностью. По данным анкетирования в Солигорске за время действия проекта мы имеем положительную динамику по людей, которые отказались от курения, отказались от или урегулируют принятие спиртных напитков. И надо отметить, что процент людей, которые занимаются двигательной активностью, возросло на 24%. На встречу были также рассмотрены профили здоровья жителей Красной Слободы, чтобы понимать, в каком направлении нужно прилагать особые усилия.